Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей программе мы хотели бы рассказать вам о почитании икон, о почитании святых и об иконе всех святых, которые находятся в Нарвском Воскресенском Кафедральном Соборе. Икона в переводе с греческого означает «образ». Когда некоторая реальность отражается в другом материале — это образ. Наша память о каком-то событии — это образ. Отражение другого человека в нашем сознании и в наших глазах — это образ. Слово, которым обозначается предмет — это образ. Любое слово есть не вещь, но символ вещи. Человек неизбежно живет в мире образов. И вся культура — от музыки до скульптуры, от литературы до живописи — есть образ. Тем самым вся культурная деятельность человека есть научение жить в мире неизбежных образов, и познание мира без посредства образов вообще невозможно. Первым же иконописцем был сам Бог, его сын — образ ипостаси его. Бог же создал человека как свой образ в мире, в греческом переводе — как икону. Прежде всего, икона теологична. Священник Павел Флоренский называет икону напоминанием о горнем первообразе. Икона напоминает о Боге как о том первообразе, по образу и подобию которого создан каждый человек. Богословская значимость иконы обусловлена тем, что она живописным языком говорит о тех догматических истинах, которые открыты людям в Священном Писании и в церковном предании. Святые отцы называли икону Евангелием для неграмотных. Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах. Так писал святитель Григорий Великий. Преподобный Федор Студит подчеркивает, что в Евангелии изображено посредством бумаги и чернил, то на иконе изображено посредством различных красок или какого-либо другого материала. Таким образом, Библия есть тоже икона, просто образ Творца она передает не красками, а словами. Любая проповедь предлагает некоторое предоставление о Боге для того, чтобы человек обратил свой сердечный взор к самому Спасителю. Но то же делает и икона. Седьмой Вселенский Стабор, установивший иконопочитание, ясно сказал, «Глазами взирая на образ, умом мы восходим к первообразию». Более того, Ветхий Завет есть икона Нового Завета, образ настоящего времени, тень будущих благ. Иконы в православном храме играют и катехизическую роль. «Если к тебе придет один из язычников, говоря, покажи мне твою веру, ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений», говорит преподобный Иоанн Дамаскин. В то же время икону нельзя воспринимать как иллюстрацию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. Как говорит Архимандрит Зенон, икона ничего не изображает, она являет. Прежде всего, она являет людям Бога Невидимого. Бога, который, по словам Евангелиста, не видел никто никогда, но который был явлен человечеству в лице Бога Человека Иисуса Христа. Как известно, в Ветхом Завете существовал строжайший запрет на изображение Бога. Первая заповедь Моисеева Закона гласит, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог ревнитель». Любое изображение невидимого Бога было бы плодом человеческой фантазии и ложью против Бога. Поклонение такому изображению было бы поклонением твари вместо Творца. Однако Новый Завет был откровением Бога, который стал человеком, то есть делался видимым для людей. Апостол Павел называет Христа образом Бога Невидимого. А сам Христос говорит о себе, «Видевший меня, видел и Отца». Невидимый Отец являет Себя миру через свой образ, свою икону, через Иисуса Христа, невидимого Бога, ставшего видимым человеком. Икона неразрывно связана с догматом и немыслимо вне догматического контекста. В иконе при помощи художественных средств передаются основные догматы христианства о Святой Троице, о Боговоплощении, о спасении и обожении человека. Помимо Господа Иисуса Христа и Божьей Матери на иконах изображаются множество святых. Единство Церкви не нарушается разделением Церкви на земную и небесную, которые не изолированы одна от другой. И та, и другая составляют единое тело, глава которого – Христос. И вот именно потому, что все люди, добровольно входящие в Христову Церковь, и те, кто еще на земле, и те, кто уже на небе, составляют единый духовный организм. Между ними есть общение веры, любви, взаимной помощи и сослужения. Почитание святых утверждается в христианстве с древнейших времен. Первоначальный культ распространялся на апостолов и мучеников, а также на ветхозаветных святых, праотцев и пророков. Историческое развитие приводит и к появлению других категорий святых, и почитание которых органически входит в общий круг. В самом деле учение о множественности даров Святого Духа, то есть многообразии форм святости, было сформулировано еще в самом начале христианской истории. Апостол Павел написал, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчеств, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо и как ему угодно. Поэтому учение о святости оказывается постоянно открытым для восприятия новых ее форм. О необходимости чтить память святых говорит Священное Писание. Более того, оно внимает нам этого обязанность. Память праведника пребудет благословенно, сказано в Ветхом Завете. А в Новом Завете апостол Павел прямо указывает на необходимость подражать примеру их жизни. Понимайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Сама Богородица свидетельствовала, что во все времена в церкви будут прославлять святых угодников Божьих. Отныне будут ублажать меня все роды. И это прославление и почитание святых вознаграждается от Господа. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Что же значит святой? Мы привыкли думать, что это означает безгрешный. Но церковь четко свидетельствует, что единый безгрешный – это только Бог и человек Иисус Христос. Святой – это значит выделенный, отделенный от мира человек. Святой – это тот, кто здесь на земле руководствуется повседневной своей жизни, не звериными законами выживания, а божественными заповедями жизни вечной. Святой – это тот, кто любит Бога, жаждет Бога, жаждет соблюсти Его заповеди, при этом четко видит свои недостатки и понимает, насколько он недостоин пребывания в церкви. Отсюда понятно, почему мы все призваны к святости, и почему в этом смысле апостол Павел называет всех христиан святыми. Но не все мы осуществляем свое призвание, живем достойно принятого на себя имени Христова. Никто на земле не может быть уверенным, что сохранит такую святость и верность Богу до последнего издыхания. Поэтому сейчас мы называем святыми только тех усопших праведников, которые официально прославила Православная Церковь. «Живых святых не бывает», – гласит мудрая пословица афонских старцев. Откуда мы взяли, что святы можно и нужно молиться? Ответ, продиктованный живым опытом церкви, по-прежнему прост, из Библии. Сам Бог повелевает людям просить у других молитв о себе. Так царю Авемилеху Бог повелел просить молитвы за себя у Авраама. Он – пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. Если молитвы верующих на земле обладают такой действенностью, то тем более действенны молитвы святых перед престолом Всевышнего. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом». Обычай призывать в молитвах имена усопших праведников уходит в глубокую древность. Еще царь Давид молился «Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших». Этой древней практику следует и православная церковь, призывая Христа, истинного Бога нашего, молитвами Пречистой Его Матери и всех святых. Здесь мы видим, что почитание святых православия немыслимо без почитания Христа, лик которого всегда проступает сквозь образ любого святого. Это выражается даже особыми средствами иконописи, например, тонкими лучами на одеждах святых, символизирующими лучи нетварного божественного света. Поэтому мысль о том, что почитание святых угодников каким-то образом умаляет значение искупительного подвига Христа Спасителя, равнозначно утверждению, что честь, воздаваемая плодам, умаляет достоинство лозы, на которой и благодаря которой эти плоды выросли. Православное почитание святых, вопреки мнению протестантов, не умаляет почитание Христа как искупителя и единственного посредника между Богом и людьми, потому что никаких других соискупителей быть не может. Попытки псевдоправославных ревнителей назвать соискупителем последнего русского царя, страстотерпца Николая Александровича, ничего общего с православным учением не имеет. Надо ли уточнять, что излишнее почитание Богородицы в католичестве и некоторых сектах, где ее также объявляют соискупительницей, тоже чуждо православному духу? Однако очевидно, что существуют люди, духовно более опытные, выше поднявшиеся в своем восхождении к совершенству. В силу этого они способны помогать менее совершенным в их восхождении. И это не только нравственный пример и передача опыта спасения, это существенная необходимость условия существования Церкви. До сих пор литургия совершается на специальном плате, который с особым почтением хранится на престоле. Этот плат называется антиминц, в него обязательно кладется частица мощей святого. Этим подчеркивается и связь Церкви земной и Церкви небесной, состоящей из прославленных Богом святым. Это также указует и на мучеников, как на основу и фундамент Церкви. Кров мучеников есть семя христианства, говорил Тертулян. Как становятся святыми? Кто определяет, кому быть святым, а кому нет? Официальное причисление к лику святых, канонизация, явление довольно позднее. Ранее христианская Церковь не знала особых актов канонизации или прославления. Мученику, пострадавшему за Христа, сразу после его смерти молились. На его гробнице совершали литургию. Поэтому до сих пор канонизация происходит вследствие всенародного почитания святого. Например, святители Николая Чудотворца, архиепископ Амир Ликийских, почитают и христиане, и даже мусульмане, что постоянно отрицают представители высшего мусульманского духовенства. Все, обращаясь в молитве к святому Николаю, получают от него помощь. Это всемирное почитание святого Николая основано на опыте Церкви. Святой Николай помог тысячам христиан, которых спас от гибели и духовной, и телесной. Часто сам Бог дает видимые подтверждения святости того или иного человека. Например, тела многих святых на протяжении столетий вообще не подвергаются тлению. Иногда они источают целебное и благоуханное миро. От мощей святых происходит исцеление, засвидетельственные многими людьми. По мере развития Церкви появление расколов и ересей стало необходимым свидетельствовать, что святой — это не просто человек, живущий правильно, но и тот, кто сохранил верность православию. Поэтому факты народного почитания собирает специальная комиссия при Священном Синоде, тщательно их исследует и на особых соборах возвещает всему православному миру имена новых святых. В православной традиции есть опыт написания икон так называемых всех святых. Понятно, что написать весь сомн святых, угодивших Богу, невозможно на одной иконе. Потому принято написание особо почтимых в той или иной местности святых на одном полотне. Икона всех святых наглядно показывает нам мир небесный. Характерным примером этому является икона всех святых в Нарском Воскресенском Соборе. Она расположена в левом пределе Собора, первоначально и освященном в честь всех святых. На иконе изображены святые по степени служения Господу. Отдельно изображены ветхозаветные пророки, отдельно преподобные отцы, преподобные матери, отдельно святители. И вверх иконы венчает Господь Сидержитель в окрушении ангельского чьи. Икона написана так называемым Старым Пашибом. В московской иконе писана в мастерской Дикарева, впрочем, как и все иконы Воскресенского Собора. Икона всех святых особо почитаема прихожанами и паломниками Воскресенского Собора. Субтитры подогнал «Симон»